Поддерживать он будет сегодня и заводить болельщиков, но мне сдается, что заводить сегодня излишне никого не придется, потому что действительно праздник спорта, праздник хоккея, который проходил уже, пройдет уже неделю между двумя городами, между Магнитогорском и Омском. И эти праздничные дни мы с вами наблюдали на протяжении первых двух игр здесь, в Магнитогорске, и двух игр в Омске. И вот сегодня, наконец-то, мы с вами станем свидетелями, кто же станет обладателем кубка. Команды появляются сейчас на поле, обслуживают сегодняшнюю встречу, ну, можно было бы сказать, интернациональная бригада. Арбитров, ну, имея в виду то, что они представляют разные города, Валерий Букарев, один из самых опытных наших арбитров из Казани, помогает ему москвич Сергей Шелянин и уфимец Владислав Еселев. Идет представление Магнитогорда, идет представление Омского авангарда. А мечи сегодня красно-черные расцветки. В воротах нетрудно догадаться. Максим Соколов. И вот первую пятерку сейчас уже истовляют. Прибытием потом Сушинский, Затонский, Прокопьев. И вот вся команда Омского авангарда уже на льду. А Гимоша делает знак зрителям. Оп, просто разиться такими аплодисментами, овациями, потому что сейчас на льду появятся хозяева. Но в парах тут. Вполне естественно, потому что зрители своих приветствуют намного активнее. 23-й номер Сергей Осипов не уявляется на льду. Виталий Атюшов, 27-й. Евгений Глазких, 33-й. Евгений Барламов, 36-й. Евгений Барламов, 55-й номер. Ну что, Павел, означает ли, что представленная пятерка будет сегодня первой? Нет, просто в Убитогорске такая традиция. На вот этой предматчевой церемонии каждый раз появляется новый состав. Долгация будет сегодня первой? Продолжение следует... 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 Пятнеров по команде, когда заработал за грубую игру двухминутное удаление и дисциплинарный штраф в четвертом матче, и вот вновь он начинает как-то эту встречу довольно нервозно. Вообще для такого опытного мастера мне подобного рода поведение непонятно. Можно это списать, наверное, лишь только на тот психологический стресс, который испытывают гоккеисты в матчах такого уровня. Но в любом случае, если ты профессионал, надо свои нервы держать в узде. А вот сейчас досталось там возле борта Евгения Гладских, и он даже оставив клюшку на льду, едет на скамейку запасных. Но тут очень чисто был применен силовой прием. Без вопросов, по-моему, это Юрий Панов применял силовой прием, и никаких сомнений в том, что он был исполнен правильно у Валерия Бокарева не возникло. Я думаю, не возникло и ни у одного из зрителей. Именно поэтому трибуны спокойно совершенно реагируют на то, что все в порядке, и продолжают команды в тех же составах. Но если появился на льду Мартин Чех, это означает уже по традиции то, что сегодня не выступает в составе «Магнитки» Андрея Недоростова. Он остался сегодня в запасе, его нет в заявке, «Магнитки» сейчас был с шайбой. Кудерметов, Соколов и принимает протоки в этот бросок на себя. Вновь «Магнитки» и что тут получил по рукам сейчас Эдуард Кудерметов. Скорее в лицо, поскольку за двух годах схватился, хотя трудно сказать, наверняка. В углу площадки происходил этот небольшой конфликт. Да, опасная игра высоко поднятой клюшкой. И Игорь Никитин отправляется отдыхать. Ага, вот. Но кому-то могло показаться, что спиной стоявший Олег Твердовский не очень удачное такое движение в развороте выполнял. Но там как раз Никитин находился на одной линии с Твердовским с вытянутой как шпагой клюшкой. Да, и вот сейчас 5 на 3. Подобные ситуации были уже в омских матчах. Тогда не смогли их использовать. Ни где, ни другие. Да, ни где, ни другие. Ахнули трибуны. Ну и мы видели, как шайба тут предательски поползала мимо всех и защищающихся, и нападающих. И Прокопьев выведет шайбу из зоны. Делает это не сильно, дабы она катилась медленнее, чтобы дать возможность замениться. Появился... Появились на льду Ореховский, Панут. И Паттера. Передача! И не попадает в пустой уже незачищенный угол Кудерметов. Выше ворот пролетает шайба. А по-моему, все-таки Максим Соколов к этому руку приложил. Нет-нет, мне показалось, что вот если будет у нас подбор, что в оба ворот шайба попала. Ну давайте посмотрим, Павел. Может быть вы и правы, еще раз. Смотрим. Это предыдущий эпизод. Вот этот момент шайба попала в оба. А, вот здесь вы имеете в виду? Я имел в виду момент окончания, уже завершения этого эпизода, после которого разручал шесток орбита. Я вам в броске говорил. Еще 9 секунд у хозяев с Питером против троих соперников. Давыдов! Блестяще играет Максим Соколов. Просто блестяще. В полушпагате вытянулся. Очень неудобная была для вратарей высота полета шайбы. Вот достал. Да, Ориковский с Твердовским и вместе с ними Патера против братьев Корешкова, Гусманова, Давыдова и Игнатова. Совсем скоро появится четвертый игрок у авангарда. Давыдов на Гусманова. Возвращая шайбу своему защитнику. Не рискнул бросить Олег Давыдов. Сделал передачу на Николая Игнатова. А вот здесь не разобрались. Явно на синей линии не разобрались. В данном случае это был Давыдов. Евгений Корешков пропускал шайбу с тем, чтобы она вышла под синюю линию защитнику. Но не понял игрок обороны своего партнера. Ну, можно было понять Евгения Корешкова, потому что и у Олега Давыдова, и у Николая Игнатова великолепные броски. Очень точно они могут бросить и низом. В расчете на то, что кто-то будет подставлять плюшку на пятачке. И верхом на силу, и щелчок у них хорошо поставленный, и с кистей бросают. Но вот это благое пожелание Евгения Корешкова как раз привело к ошибке защитника. Да, Пистулов, Сырикаевым и Тертышным составляют ту тройку, о которой мы еще практически не говорили. И вот сейчас с ними выходят Клементьев и Чех. Сергей Клементьев, судя по всему, сегодня работает в двух оборонительных парах. Ну, а у мячей, по традиции, три защитных дуэта. И сегодня еще одно изменение в связи с появлением Александра Корешкова, в связи с появлением Валерия Карпова. Отсутствует Сергей Пескунов, который выступал в четвертом матче. Да, в этом сезоне он явно больше игровой практики имеет, нежели в предыдущем. Довольно часто Марк Сикора доверял ему место в составе. Но надо сказать, что очень неплохо временами выглядел Сергей. 4.43 на табло, и в четвером уже, да, уже в четвером, в полном составе хоккеистовского авангарда. Никаких дивидендов, никаких плюсов не извлекли. И хозяева вот из этой довольно неприятной для гостей ситуации, когда они остались втроем на площадке. В течение минуты, даже более того. И вот сейчас уже удаление, кажется, будет в составе металурга, или с чем связана пауза? Да, поехал к судейскому столику. Бокарев, Евгений Глазкин отправляется отсекать. За толчок соперника на борт. Именно так звучит вердикт. Валерия Бокарева. Виталий Атюшов вернулся в свою зону. Максим Сушинский делал все возможное, чтобы опередить монетогорского защитника, но у того была более благоприятная стартовая позиция. Да, там гандикап был очень солидный. И пошли вперед, амичи Дмитрий Затонский. Вбрасывает шайбу в зону. Кайгородов быстрее, нежели Сушинский. Панов! Вот в который раз я обращаю внимание, боится бросать поворотом Юрия Панова. Ситуация-то у него была очень неплохая. Уже пошел с замахом на этот брошок, а потом сделал паузу. Попытался более благоприятную позицию себе обеспечить, но в итоге сорвал, возможно, велевую угрозу воротом. Положение вне игры фиксирует линейные арбитры. Свисток Сергея Ширянина раздался, совершенно справедливый. Пять минут пятьдесят одна секунда. И еще шестьдесят четыре секунды. Евгения Владских отсиживает на скамейке для оштрафованных. Карпов с Гусмановым привычная пара для тех ситуаций, когда Металлург играет в четвером. Да, у Амангарда, Бетнар, Баттера и Субоди. Но это сочетание мы видели неоднократно и в третьем матче, и в четвертом матче. Да, кстати, на послематчевой пресс-конференции, после четвертого поединка, Валерий Белоусов говорил, что Бетнар получил небольшую травму, повреждение руки. И так и не смог выйти, хотя доктора приводили к этому максимум усилий. Но вот сейчас подвели его к игре. Ну, по всей видимости, и у Бетнара тоже такое же состояние души, как и у Валерия Карпова, что матч, в котором решается все. И как бы ни говорили о том, что чешские легионеры не очень выглядели, скажем так, достойно вот в этой серии плей-офф. Большего от них ожидали. Вот о том, наверное, аспекте следует вести разговор. Все-таки это игроки классные, чемпионы мира. Но ждут от них большего. А Бетнар, естественно, как профессионал, понимает, что даже с небольшими повреждениями нужно выходить и нужно биться. Тем более, повторимся, уже себя беречь не отлично. Следующие игры будут сыграны, ну, кстати, кем-то на чемпионате мира, безусловно. Потому что есть кандидаты и в Металурге, и в Алангарде, конечно, в национальной сборной своих стран. Но так или иначе, в российском, в российской суперлиге осталось провести лишь одну игру. А значит, нужно в любом состоянии на нее выходить. Нужно выплеснуть в этой игре всего себя, не просто до остатка, а может быть, даже вывернуться на изданку. Мартин Черц шайбой оставляет ее Дмитрию Кистунову. Рекаев. Неудобно было ему принимать эту шайбу. Марокл вступает в игру. Это Семенченко бросал по воротам, появившийся на льду в этом матче. Напомним вам, что он принимал участие в первой встрече в Магнитогорске. Но потом был заменен на Александра Попова. Попов, кстати, выдал встречу в Умске, четвертую, очень хорошую. Да, настолько он активно создавал проблемы в Магнитогорской защите, настолько самоотверженно шел вперед. Пожалуй, в этом элементе он даже более выгодное впечатление производил, чем стартовая пятерка хозяев. Согласен. Тогда что хозяев, тогда что хозяев разумеется. Клементьев там очень плотно играет против нападающего авангарда, но все заканчивается тем, что Марокл прижимает шайбу ко льду. А все-таки Баранов сумел Курьянову на пятак шайбу отправить. Кстати, это Александр Попов и был, 24-й номер. Да, вот пас Баранова на Курьянова и бросок в ближний угол. 8.24. Девятая минута. Встреча вот так вот почти. Половина периода незаметно пролетела. Но несомненно, несомненно, дорогие друзья, вы видите, наверное, это и без нашей подсказки. С большой долей оглядки на свои ворота играют обе команды. Ошибка смерти подобна. Да, как раз это хотел отметить. Вроде бы и атакуют активно, но защитники и той, и другой команды стараются максимально облегчить жизнь вратарям и до минимума сократить угрозы и броски в створ. Вбрасывание в зоне Максима Соколова. Сушинский на Никитина по борту запустил шайбу. Она все еще продолжает оставаться в зоне защиты авангарда. Твердовский попытался вывести ее из зоны. И удалось это наконец-то гостям. Вайт сыграет через защитников. Варламов хороший перевод шайбу в среднюю зону на Кударметова и не менее качественный вход в зону. Неудачно отбивает шайбу Максим Соколов. Чуть была она там не стала предметом борьбы на добивании. Но все-таки больше было хоккеистов авангарда. В том месте, куда отскакивала шайба и в общем, естественно, рисковал Максим. Как выяснилось позже. Тогда он это узнать не мог, разумеется. Итак, 9 минут 25 секунд. Ценуя проброса разрядили обстановку в предыдущем эпизоде гости. Но борьба за шайбу в чью пользу сейчас сложится? Субопин, Гусманов там, Игнатов пришел на выручку. Беттнер все уверенно сделал и отправил шайбу в среднюю зону. Олег Ореховский. Вновь Ореховский с шайбой. Ждет, пока раскатятся его партнеры. Ложил шайбу в трюк Беттнеру и Беттнер бросает из-за синей линии. Не стал рисковать Норм Маракл в этом эпизоде. Он предпочел зафиксировать шайбу сразу же. Вообще, вот этим приемом стали активно пользоваться хоккеисты обоих клубов. Начиная с матчей в Омске. Когда магнитогорские защитники в расчете на то, что Соколов вдруг отпустит шайбу. Обстреливали ворота омского голкипера. Из-за синей линии и Клементьев, и Игнатов, и Соколов. Бросков 10, наверное, я насчитал. Но расчетник не оправдался. Вот именно на это. Но в любом случае, вы знаете, это довольно эффективное оружие. Просто выводящее порой голкипера из состояния равновесия. Нет-нет, да. Если шайба летит в створ ворот, почему бы ее таким образом не перевести в чужую зону, где голкипер иногда будет вынужден просто задерживать шайбу. Вот показательный сейчас был момент. Да, Рябыкин не пошел вперед. Да, а если даже вратарь все сделает как нужно, ну, то есть со своей точки зрения, разумеется, то, по крайней мере, можно добиться вбрасывания в чужую зону. Конечно, конечно, об этом-то и речь. Хацей проиграл твердышному шайбу. И хорошую передачу делал Алексей в расчете на Сергея Рекаева. Так, по-моему, изначально обречен был этот пас. По воздуху посылал шайбу Сергей Климентев. И укротить ее у партнера в средней зоне было очень мало шансов. Лошу почетных гостей мы с вами видели. И она тоже заполнена до отказа. Так, в связи с чем свистнул сейчас Владислав Гиселев? Что-то не понравилось ему на вбрасывание, как действовал кто-то из хоккеистов? Хацей сейчас очень, то есть это Курьянов был, очень опасный делал выброс шайбы на пятачок. И Кайгородов рвется в чужую зону. Вновь отбивает шайбу Максим Соколов. А сейчас хорошо действует и ловушкой, и клюшкой. Баранов догнал его Евгений Гладских. Не составил, надо сказать, 33-му номеру Магнитогорска большого труда это сделать. 12-я минута стартового периода. Да, сверхоткрытого хоккея едва ли сегодня стоит нам ждать. Ну, вот у меня такое ощущение, что вот этот полузакрытый хоккей, он будет до первой пропущенной шайбы. До первой заброшенной шайбы. А потом придется, придется идти вперед. Да, одни будут стараться догнать во что бы то ни стало, а другие не позволят им этого сделать. Как минимум, а как максимум увеличить свое превосходство в счете, поймать соперника на ошибке. И вновь мы с вами видим бросок из-за синей линии. Это был Владимир Антипин. Как плохо действуют на своих синих линиях, стараются действовать команды. Ну и судя по тому, что мы там много ряд лулить, оборона сегодня атаку переигрывает пока. Удаление сейчас будет. Взметнулась вверх рука Валерия Бокарева. И удален будет сейчас кто? Равиль Гусманов? Да, именно он не спеша едет в сторону. Посмотрите, пожалуйста, вот эта ситуация. Да, был зацеп. Выставил колено Равиль Гусманов. И запнулся о него Дмитрий Субботин. И оказался на льду. Я бы сказал, грамотно запнулся. И без того. 12-28. Нет, ну нарушение было стопроцентное. Стопроцентное, поэтому тут, как говорится, можно было ничего не оспаривать. Собственно, и даже на трибунах мало кто возмущался. Да, ему виногурцы абсолютно никаких претензий арбитру не высказали. Хороший баскетбольный пас в стиле Ивана Едешко сейчас продемонстрировал Александр Евгений Корешков через всю площадку. Но если бы там кто-то находился из его партнеров, правда, все равно бы раздался свисток. Разумеется. Ну а так, если бы продолжать баскетбольную терминологию, убежал бы в быстрый отрыв. Да, да, да. Да. Затонский на Твердовского. Твердовский играет с Рябыкиным. Не совсем обычное сочетание защитников. Твердовский и Рябыкин. Алексей Кайгородов первым успел, как скачивший от борта шайды, и вынес ее подальше к воротам Максима Соколова. Кривокрасов. В мастерстве, конечно, этому хоккеисту не откажешь. Это уж как дважды два. Положение вне игры, по всей видимости. Потому что вроде бы там... Вполне допускаю, что мы с вами просто у ближнего борта тут не очень хорошо видели ситуацию. Там подскочили болельщики. Поэтому, может быть, вот эта ситуация как раз, она мимо нашего внимания. Ну, судя по тому, что в Брасову не будет не в зоне амичей, а было именно положение вне игры. То есть, когда шайба пересекла синей линии, там уже находился кто-то из хоккеистов авангарда. Евгений Хацей ведет борьбу за шайбу. Выигрывает ее Олег Ореховский. Через своего партнера играет, через Владимира Антипина. Антипин, вы посмотрите, спокойно вошел в зону. Как заправский футбол, а? Вот момент. И Маракул, Маракул на месте. Это Хацей. Остался один на один перед воротами норма Маракла. И блестяще сыграл. Канадский голкипер не дал себя обмануть. Остался на месте. И вот дрогнула рука Евгения Хацея. Если все правильно я увидел, то в домик попытался голкиперу шайбу отправить Хацей. Но ворота оказались закрыты. В домике. Да, успел сам кулщик в том эпизоде, наверное, Маракла. И Курьянов направо на Баранова. Прострел. Гусманов возвращается в защиту. И вот крылья развернули сейчас в лице братьев Корешковых хоккеистой магнитки. Но вот одно крыло сработало хорошо. А вот второе сложилось, видимо, в этой ситуации. Паттера. Деднар. Бросок. Не видел Мараклу в момент броска. Повезло ему, что это в плечо попало. А вот сейчас уже демонстрирует неплохую реакцию. Индеец. Еще раз смотрим этот момент. Супокин бросал. 15.38. Отсчитал секундомер от первого периода. Меньше 4,5 минут до перерыва. Опасный момент. Супокин не смог шайбу обработать. Или сняли ее у него с трюка. Ну, как бы то ни было, там был, конечно. Ох, ох, ох. Вот сейчас могло. Алексей Тердышный. Взрыв произойти на трибунах дворца спорта имени Ивана Рамазана. Тердышный имел великолепную возможность. Замыкал дальний угол. А вот сейчас уже и Соколов демонстрирует хладнокровие. Вот такое спокойствие на протяжении нескольких минут. Игра почти без ворот. И вот такой эмоциональный был сейчас отрезок времени, когда обе команды продемонстрировали очень хороший хоккей. Ну, и вратари. Вратари молодцы, конечно. В течение нескольких секунд каждый подряд оказался на льду Сергей Орекаев. И, как мне показалось, именно с этим была связана некоторая вспышка напряженности в зоне омичей. Уже после остановки игры. Затонский не смог остановить в борьбе с Сергеем Осиповым эту шайбу. И Гайгорода. Поэтому хоккеиста можно легко узнать, конечно, по тому, как он катится, а то и летит на ворота. А что случилось с Евгением Корешковым, интересно? Видите, вернее, что случилось с Евгением Глацких? Вместо него выходит Александр Корешков. Сейчас с Осиповым и Гайгородовым. Может быть, действительно вот этот вот момент, когда его припечатали к борту, был столь болезненный, что требуется вмешательство врачей? Да, скинул крагу Евгений Глацких, крагу с правой руки, и так тряс кистью. Мы не будем спешить, не будем записывать его в травмированные. Очень бы не хотелось, конечно. Немало радости его игра принесла в этом году поклонникам не только Магнитогорского Металлурга, но, наверное, и всем настоящим ценителям хоккея. Игрок молодой, но с таким видением, с таким чувством игры, с таким пониманием хоккея, что, дай бог, каждому ветерану. Есть, конечно, еще над чем работать, не без этого, но потенциал огромный у этого парня. Как, впрочем, у Алексея Гайгородова. Это я имею в виду игроков Магнитки. А если говорить об их оппонентах Омских, то кто скажет, что не демонстрирует просто мудрость игровую те же молодые амичи? Курьянов, Попов, Баранов. Кривокрасов отправляется отдыхать. Но, что можно было спланировать еще с первых минут матча за задержку соперника Клюшкой. Вот, посмотрите, ну вот, уходи за тем, в чужой зоне ты находишься. Ну, что ж это за прописные истины, которые нужно доводить до ума таких опытных хоккеистов? За чужими воротами. Ну, проиграл позицию, но никакой угрозы воротам Максима Соколова. Удивительно. Да, мы видели подобные нарушения уже в нынешнем финале. Немотивированные. Причем, как с одной, так и с другой стороны. Николай Игнатов оказался впереди всех нападающих. Усманов на позиции Николая Игнатова. Лучше бы Николай находился на своем месте, потому что шайба вышла сейчас из зоны. В Эднар Паттера появляется Антипин и Ореховский. Для защиты собственных ворот. И первое звено. Хотя нет, вы знаете, тут Худер Метов сейчас появился в составе. Да, ну вот выходит уже Карпов вместо Евгения Корешкова. Так что... Да, и Вайт. Николай Игнатов ушел. Вайт появляется. И Соколов с Клементьевым. То есть стартовая пятерка. Остается четверка мячей без изменений. Но они, собственно, только-только успели поменяться. Еще устать не успели. Клементьев хорошо замкнул зону. Ну и Бэднар тут был первым на шайбу, отскочившую от крюка Клементьева. Первым успел к этой шайбе. На сей раз предпочли без комбинации выходить в зону, а с помощью обычного вброса. И никаких дивидендов не извлекли из этого хозяева площадки. Андрей Соколов с шайбой. Вложил ее в крюк Валерию Карпову. И пошел сорок четвертый номер вперед. Оставил шайбу партнеру. И опасный перехват. Субботин из права Хацей. Субботин бросает в ближний угол. Промахивается. С прицелом не все в порядке. В этом эпизоде было и Субботина. Вне игры поднята вверх рука Владислава Киселева. Трибуны негодуют. Но от этого уже ничего не изменится за шесть секунд до конца первого периода. За минуту шесть. Субботин шесть секунд. И снова Фома Фрибыкин и Сушилский с Прокопьевым. Против Ориканова, Игородова и Осипова. Видимо по очереди вместо Евгения Глазких будут отрабатывать защитники Металлурга. А что еще остается Марик по сих поре в такой ситуации, когда выбывает из игры один из членов команды. В любом случае дыру надо латать хоть так, хоть и так. Видимо действительно серьезное повреждение у Евгения Глазких. Все, в ангар в полном составе. И Кривокрасов сейчас как раз успел к шайве. Рибыкин там как-то невразумительно действовал. Да, на пятак ехал один игрок Металлурга. Совершенно. И мог он получить пас от партнера. Это Сергей Ориканов был, да? Да, 25 номер. Закончилось все тем, что довольно уверенно и спокойно Максим Соколов зафиксировал шайбу. И вбрасывание в его зоне. А вот это же Усс и Мартин Чех. Евгений Корешков на точке против... Против Курьянова. Два 19 номера сошлись. Курьянов вышел в конечном итоге победителем из этой борьбы. Да, и наброса здесь не будет. Все. Закончился первый период. На табло нули. И мы с вами в ожидании второго и третьего периода. В ожидании такого же напряженнейшего противостояния гостей Омского авангарда. Авангарда и хозяев Магнитогорского металлурга. Отдохнем, друзья. Где сейчас начнется второй период пятого заключительного матча. Финальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею между Магнитогорским металлургом и Омским авангардом. 2-2 в серии. 0-0 после первого периода пятого матча. Валерий Бокарев, арбитр сегодняшней встречи из Казани, производит первое во втором периоде вбрасывание. Да, и первое же сравнение, которое нам пришло в голову после окончания стартового периода. На цыпочках по мимому полю. Очень осторожно мы с Григорием почти одновременно это отметили. Играют сегодня команды. Ну, собственно, другого и ожидать было сложно. Попробовал пойти защитник гостей. Панов, да, правым флангом пытался прорваться в зону. В зону-то вошел, но уже надо возвращаться в среднюю зону. И Дмитрий Затонский, Сушинский. За воротами Панову. Панов, который раз не очень уверенно действует. И вот хороший бросок сейчас был Евгения Корешкова. Нет, это был Эдуард Кудерметов. Не смог зафиксировать, поймать шайбу Максим Соколов, но она очень удачно отскочила. Не было возможности совершить добивание. Вот я смотрю, и Александр Корешков появился на льду. Мы его не видели во второй половине первого периода. Небольшое повреждение у него было. Ну, может быть, и Евгений Гладских появится, у которого... Которого там припечатали к борту Дмитрий Рябыкин. И после чего 33-го номера магнитки мы не видели в составе команды. Усманов. Игнатов. Хороший очень бросок был у Николая Игнатова. Но Соколов на месте. Да, вот посмотрите, и Евгений Гладских появляется на льду. 33-й номер. Да, все в порядке. Да, поколдовали, видимо, над ним доктора. У них было достаточно времени и больше половины стартового периода, и весь перерыв для того, чтобы вернуть в строй молодого нападающего. Вбрасывание в зоне Максима Соколова. Вбрасывание выиграли хозяева, но... Это отброс шайбы в расчете на то, что защитник у синей линии откликнется на нее. Это отброс, чтобы было не закончился потерей шайбы. Да, мы говорили в начале еще матча о зрителях. Такое ощущение, вот по тем, кто стоит в проходах, что в полтора раза больше, хотя откуда будем поместиться здесь, в уютном, но очень небольшом дворце спорта имени Ивана Рамазана. Вот вчера, я вспоминая мою беседу с Алексеем Мишаковым, в пресс-атташе Магнитогорского металлурга, он сказал, вот, понимаете, говорит, есть такое определение, билетов нет. А есть определение, билетов нет вообще. Вот сегодня как раз вот билетов нет вообще. Арикаев вместе с Тертышным, Пестуновым, Игнатовым и Чеховым против Курьянова, Баранова, Попова, Рябыкина и Панова. Вышла шайба, вышла шайба из зоны. Да, и Киселев это абсолютно четко заметил и дал свисток остановить встречу. Две минуты девятнадцать секунд позади во втором периоде. Я напомню вам, дорогие друзья, что сегодня главному арбитру встречи, Валерию Бокареву помогают, обслуживают этот матч. Сергей Шелянин и Владислав Киселев. Сергей Шелянин из Москвы, Владислав Киселев из Уфы. И Курьянов тут рвется к шайбе. Доходит до нее, останавливает его Мартин Чех. Очень удачно действовал. Шестой номер Магнитки. Тертышный в зоне. Но его очень плотно опекает Пануф и ничего не позволил сделать девятому номеру Металлурга. А вот и возможность для контратаки у Авангарда. Передача Попова на партнера. В данном случае это должен был быть Константин Баранов. Ничем не закончилось. И очередная попытка Овичей организовать что-то толковое в атаке. Пока Дмитрий Рибыкин с шайбой. Затонский. Не очень удачно. Хозяева проводили смену. И тут организовался такой пространственный зазор хороший. Затонский. И уже Эдуард Кудерлетов с шайбой. Справа Вайц. Получает Любомир шайбу. Все-таки в борьбе с Затонским Клементьев сумел не позволить сопернику перейти в контратаку. Но и у самих магнитогорцев ничего не вышло. Вайц там дважды упал на лед. Мягкую очень передачу пытался сделать на Сушинского сейчас Олег Твердовский. Сушинский уже проехал мимо этого места. 4-0-3. По-прежнему нулевая ничья. Да, зрители скапливаются в проходах. Скапливаются на лестницах. И затрудняют, естественно, слежение за матчем. Ну, для них-то это слежение не затруднительно. Это больше для нас. Потому что вот тут два прохода, справа и слева, буквально запружены болельщиками. Да, в Омске, кстати, охрана очень четко бдит, чтобы никто на лестницах не стоял. Я думаю, Павел, знаете, если бы пятый матч проходил в Омске, там было бы то же самое. Возможно. Никогда не было решающего матча в Омске. Прекрасная возможность сейчас была у хозяев. И вот ответ опасный мог быть. Ответ, если бы Субботин был просторонний с передачей. Так, Давыдов задумку вот прочитал соперников. И угрозу ликвидировал. Кривокрасов. Вход в зону с острого угла. Очень опасный бросок. Передача. А цель. Вновь Кривокрасов. Слестят недовольные трибуны. Все понятно. Они ждут напряженности у других ворот. Но старая, древняя истина. Каждый играет в ту меру, в которую тебе позволяет соперник. А вот сейчас не позволил Амич Александру Корешкову вывести на оперативный простор Алексея Кайгородова. Тот имел хорошую позицию для атаки, но без шайбы находился. Все закончилось вводом шайбы в зону Максима Соколова, где голкипера Мичей спокойно ее забрал в ламушку. И остановил тем самым встречу. 5.33 на табло. И, кстати, мы можем сказать о том, что уже определился один новобранец Суперлиги. Хотя таковым не поворачивается язык назвать. Московский Спартак. Выиграли москвичи и третью игру у Челябинского Мечева. И именно они присоединятся к агорте сильнейших на следующий сезон. А вот пока еще продолжается выяснение отношений между трактором и пермским молотом Прикалия. Очень удачно сейчас в своей зоне действовал Виталий Атюшов против Александра Попова. Удаление. Поднято вверх рука. Удаление против Константина Баранова. Были нарушены правила. И сейчас о мячам надо ввести шайбу в зону. Не получилось это сделать. Ну, как бы то ни было, бросование будет в зоне средней. И кто отправляется? Алексей Кайгородов отдыхать. А по своей игре высоко поднятой клюшкой. 6.14 на табло. Алексей Кайгородов. Вот эти действия. Саживается на скамеечку. Да, вот мы видели повтор. Подбородок, по-моему, попал черенком в своей клюшке. Баранова Алексей Кайгородов. И заработал две минуты. Вбрасывание перенесли арбитры в зону нормы Маракла. Ну, примерно туда, где и коснулся шайба игрок Металлурга. И первая пятерка вышла на реализации большинства у гостей. Это третья попытка о мячей проиграть в численном большинстве. Три было уже в стартовом периоде у Магнитогорского Металлурга. Уравняли свои штрафные показатели команды. Затонский отбрасывает шайбу. Она доходит до Панова. Панов Рябыкину. Да, свисток судей в шайбах. Выше заградительного стекла отправилась в сетку. И коснулась она, по-моему, крюка клюшки Валерия Карпова. Стало быть, вбрасывание будет в зоне Металлурга. Если это действительно так. А мы сейчас с вами увидим на повторе. Нет. Выше, по-моему, и Карпова. Нет, ну судя по тому, что линейный арбитр находится в стандартном круге вбрасывания в зоне Магнитки, то значит, все-таки коснулся кто-то из игроков. Может быть, шайба с такой скоростью летела, что... Походим за воротами. Сушинский пришел ему на выручку. И Маракл молодцом. Да, вот вспоминать, если шайбу, которую забросили о мячи победную в четвертом матче, то тогда Маракл просто испугался, то ли Дмитрия Суботина, который активно перед ним себя вел, он дернулся уже после того, как шайбу поймал и ее забросил в дорогу. Вот сейчас намертно, он уже никаких движений не делал Маракл. Остается первая пятерка у амичей. Выходит Гусманов, Карпов, Атюшов и Варламов. Панов. Ошибается Юрий Панов. Да, пока перекладывал шайбу на крюке защитник, пока делал паспартнеру, к тому же успел приблизиться хоккеист Металурга и всячески мешал. 34 года исполняется в этом году Юрию Панову, единственному в составе омской команды коренному амичу. Да, при современной миграции хоккеистов достаточно редкий случай. Расположились, расположились в зоне хоккеисты авангарда сейчас. Рябыкин налево на Затонского. Довольно долго находятся гости сейчас в зоне. И здорово играет Валерий Карпов. И может получиться очень опасная отвертка. И Коронов с шайбой. Карпов предлагает себя. И как промахивается в этой ситуации Корешков. Да, сразу два варианта развития атаки было у Алексея Кайгородова. Отдать Карпову или Корешкову. Корешков был ближе. Я думаю, что он выбрал наиболее оптимальный вариант. 8.28 сыграно во втором периоде. Вот посмотрите. Увидел, где находятся партнеры. Поднял голову внимательно. Посмотрел, подождал. И передача-то была очень хороша. Но тут отмечу и действия Дмитрия Субокина. Несомненно. Да, он все сделал для того, чтобы Евгению Корешкову не дать легкой жизни. И не позволить убойно атаковать Максима Соколова. Крементьев. Через Соколова Андрея играл. Кривокрасов с шайвой. Несложный бросок. И спокойно канадец фиксирует шайбу в ловушке. Да, напряжение в матче возрастает каждые минуты. Боленчики не слишком активно себя ведут. Здесь вновь приличный десант из Омска подъехал. Ну, вообще, вчера, вчера, когда мы собирались вылетать из Омска сюда, в Магнитогорск, говорили, что человек 500 собирается приехать. Вот такую квоту билетов, естественно, выделить хозяева не могли на этот матч. Уж не знаю, действительно ли все 500 человек, которые собирались, приехали в Омск, приехали в Магнитогорск. Ну, наверное, в каких-то спортивных барах будут наблюдать за хоккеем. Хотя это, конечно, такой вариант не самый приятный. Приехать в чужой город, чтобы наблюдать и вынуть в спортбаре. Ну, если нет никаких вариантов, тогда только смотреть прямую трансляцию на канале «Сбортик». Акюшов! И кому шайба в итоге достанется? Максиму Соколову. Ну, надо успокоиться. Там Дмитрий Пистунов горячится. И, по-моему, Александр Попов. Вот молодежь. Нет, Рибыкин. Рибыкин вступил. И Твердовский тут же. Да, все пытались добить шайбу. Рассчитывая на то, что не зафиксирует ее Максим Соколов. Но Максим спокойно сделал свое дело. А вы там, где-то, разбирайтесь, как хотите. Вот еще раз смотрим повтор этой ситуации. Ну, сначала Топопов. А, нет. Прокопец начал эту борьбу против Дмитрия Пистунова. 9.42. Близится к экватору в основное время матча. И, знаете, я боюсь вообще сделать какие-то выводы по поводу того, кому же принадлежит инициатива. Настолько все напряжено, настолько все, знаете, вот на грани взрыва. Говорить сейчас о том, что шайбой владеет авангард и инициативой, или шайбой владеет металлург и инициативой, не то чтобы трудно сделать предположение, а даже не хочется об этом говорить. Да, но если говорить о взрывах, то пока всплеском активности со стороны соперника готова и та и другая карта. Не удается застигнуть врасплох. Вот, возможно, сегодня будет победа на стороне того, кто неожиданный всплеск для оппонента продемонстрирует. Соколов набирает флот и бросок из-за синей линии. Вот то, о чем мы с вами говорили. Не смог зафиксировать его однофамилец шайбу и она отлетела на пятачок. Снова проброс. Да, чем ближе к концу основного времени, тем будет меньше интервала, наверное, между паузами, между остановками встречи, тем больше будет пробросов фиксироваться. Давыдов, Игнатов, братья Корешкова, Гусманов против Чехов, Фатеры и Беднера, которые играют сегодня вместе с Дмитрием Суботиным. Ну и с ними Антипин и Ореховский. В начале сезона Олег Ореховский пробовался в паре с Олегом Твердовским. И вот тогда эти два Олега получили в Омске такое довольно звучное прозвище «Крепкий Орешек». Или «Твердый Орешек». Твердый Орешек, точнее. Да, очень символичная такая пара. У болельщиков, болельщики, конечно, наши на язык остры. Как часто шайба меняет своего хозяина. С одной клюшки на другую кочует. Суботин, вы посмотрите, за счет своих физических кондиций, за счет твердого стояния на коньках. Сейчас показал, как нужно контролировать шайбу. Прав абсолютно. Валерий Бокарев. Евгений Корешков отправится отдыхать. Прекрасную сейчас двухходовку разыграли чеки. И у «Паттеры» была возможность поразить ворота. Вот посмотрите. Да, правильно. Абсолютно правильно. Толчок был, причем в ситуации, когда уже пытался с неудобной руки бросить поворотом чешский нападающий «Авангарда». Снова стартовая пятерка гостей против Кульсипова, Кайгородова и Варламова, Сатюшова. Прибыднен. Для Сушинского передача проходит. Прокопьев. Сушинский. Плохо очень там против него действует Атюшов, Кайгородов. Рибыкин. И вновь хорош Виталий Атюшов. Уже и ногой попытался выбросить шайбу, да? Не суждено было в этой ситуации Александру Прокопьеву замкнуть опаснейшую передачу. И снова уходит шайба за пределы площадки. Ну, точнее, если бы не было там заградительной сетки, она бы ушла. Но так остается на поляне. Однако свисток. Минута 9 секунд. Именно столько отсиживать еще Евгению Торешкову. И 12.09 сыграно во втором периоде. Твердовский с Никитиным. Кривокрасов, Хацей. И Семенченко. Сменили состав и хозяева. Сергей Кривокрасов с шайбой. Равиль Гусманов молодец в этой ситуации. Здорово. Заставил именно он ошибиться. А мячей с передачей. Кривокрасов. Да, Соколовцы с Клементьевым сейчас помогают Гусманову и Карпову держать оборону. И Нормара тут в своем традиционном стиле. За воротами останавливает шайбу. Кто первым сейчас успеет к ней? Валерий Карпов. Твердовский. Шесть человек у кого? Куамичей. Открывается или не открывается количество? Посмотрим. Твердовский. Выслушивает аргументы Сергея Шелянина. Да, вовремя числого состава. Ну, сейчас определит Валерий Белоусов, кто же будет отдыхать. Александр Попов. По праву молодого. Ну, тут есть еще парочка помоложе, чем Попов. Ну, это не суть важно, конечно. Ну, Попов, например, позавчера отсиживал штраф за Кривокрасова. Может быть, это штатная должность такая? Возможно. Тертычный и Пестунов с Чехом и Игнатовым против Баранов-Хацей. Баранов-Курьянов. Да, и Антипин-Сариховский. Потерял клюшку игрок «Авангарда», благо до своей скамейки запасных было недалеко. И вот уже в полном составе хозяева. Все, Евгений Корешков, и сразу попытка завладеть шайбой. Но тут Беднар с ней. Беднар дошел до Игнатова. Чех подхватил шайбу. Чех, я имею в виду, Мартина. Арикаев хороший проход был. Игнатов в Нахарикаев. И не получается бросок у Мартина-Чеха. Ах, махнул тут клюшкой мимо шайбы Николай Игнатов. И норм Маракл делает передачу на Мартина-Чеха. Деньшую минуту в распоряжении момента горцев. Пока у них ничего не получается. Вывел, вывел Валерий Карпов шайбу из зоны. 52 секунды. Осталось отбывать на скамейке для оштрафованных по полу. И чуть меньше 6 минут до окончания второго периода. 5 минут и 55 секунд, если быть точным. Деньшую минуты. Деньшую минуты. Деньшую минуты. Деньшую минуты. Давай, Скаршов. Кудерметов, Соколов и Клементьев. Дмитрий Рябыкин встретил шайбу. Снова положение вне игры. Куд Соколов, скажем так, уже на, наверное, каком-то нервном движении шайбу развращал в зону. Кудерметов инстинктивно вернул ее назад. Сушиловский с Прокопьевым и Рябыкин с Пановым обороняются. Усеченный вариант стартового состава гостей против первой пятерки. Но эти встречи неизбежны именно в первых звеньях, в первых пар защитников. Конечно, во многом рассчитывают именно на данных хоккеистов, тренеров и той, и другой команды. Клементьев на Соколова. Диагональная передача была на Эдуарда Кудерметова. Но в результате шайба покинула, да, пределы площадки? Да. Вот он, красавец кубок под табло. Здесь, на стадионе, в Львовом дворце имени Ивана Ромазана. Пригородов Гладских, Осипов, Патюшов и Варлан против Кривокрасова с Хоцеем и Хитина с Твердовским. Ну, впрочем, едва ли уже что-то удастся сделать хозяину в чистом большинстве. Совсем немного времени остается до появления Патюшова. Так и есть. Хоцей и Твердовский там ведут борьбу с Кайгородовым и Гладских. Нет, там рядом находится Твердовский не нарушает правила. Рядом находится Валерий Бокарев. Просто... Вверх руку он не поднимал. Просто настолько плохо сходились, было ли. Тем более потеряв клюшку. Да. Кто-либо пытался заставить Гладских прижать шайбу к борту Твердовский? Конечно, конечно. Братья Кирюшкова с Гусмановым. Игнатов Давыдов против Фариховского, Антипина. Курьянова, Баранова и Попова. Да, Попов отдохнул пару минут. В течение которых его команда без проблем отбилась. И Курьянов налево на Баранова. Баранов. Нет, тут вдвоем его встретили четко и оперативно. Игнатов с Давыдовым и Гусманов. Сошла шайба с крюка у Равиля Гусманова. Вот это цена нервозности. Количество брака, которое допускают хоккеисты. И вот сейчас не удалась точная передача Гусманову. И Попов входит в зону. Передача, бросок! Курьянов бросал поворотом. По-моему Антипин. Жестко его встретили. Посмотрим. Да, это Владимир Антипин. А вот Локтин, Локтин, выставленным Локтин его встречал Николай Игнатов. Прошло это нарушение мимо арбитра. Субботин привычно выходит вместе с чешскими коллегами. Напомню вам, дорогие друзья, что сегодня отсутствует в составе там аж Власок. Именно его позицию призван занять Дмитрий Субботин. Но с учетом того, что именно это звено забросило две шайбы, именно Дмитрий Субботин в четвертой встрече, вполне скажем так, приятное для взора омских болельщиков сочетание. Да, причем одну шайбу, которая позволила сравнять счет, а другую, старшую, победной. Матера. В зоне Маракла уже шайба, и это Алексей Тертышный. Хорошую передачу забыл Дмитрий Тертышный на Любомира Вайца. Однокровен Максим Соколов в этой ситуации, когда многие вратари предпочли бы накрыть шайбу ловушкой, он вернул ее в игру. Если бы шайбой завладели магнитогорцы, было бы положение вне игры. Семенченко бросил поворотом в довольно плотном противостоянии с Сергеем Крементьевым. Крементьевым бросок, хоть и шел в створ, в нор в парку, спокойно его забрал, ликвидировал угрозу, решаема была в ловушке. Что-то как Сикора на ваших экранах. А Сергей Аликаеву тем временем что-то объясняет один из помощников Сикоры Анатолий Махинько. Доборолся Альдитин до конца, доборолся, надежно все сделал, не позволив Кудерметову убежать. Все-таки, по всей видимости, Евгений Глазких не может продолжать встречу. Видите, выходит уже Кудерметов с Кайгородовым и Осиповым. Но, может быть, опять поколдуют в перерыве врачи. 17.45 на табло. Сейчас пойдет уже скоро 19 минута второго периода, пока мы с вами заброшенных шайб в этом матче не видели. И очередной трофей улетает на трибуны. И очень счастливые обладатели. Беднер, Патера, Субботин, Пануфри, Быкин. Осипов, Кайгородов, Кудерметов, Марламов, Атюшов. Беднер, Патера, Субботин, Патеря. Беднер, Патера, Субботин, Патера, Субботин. Беднар вошел в зону. Беднар режет угол. Опасно! Ай, на мараку! Но как лихо оставил неудел защитника игрок омской команды. Вот посмотрите, дорогие друзья, и будем по очереди восхищаться сначала игрой нападающего, а потом феноменальные реакции канадца. Похоже, было время подумать у Чеха. Уже лежал на льду норм маракул, но прямо в ловушку угодил. А пытался ведь как можно выше, судя по движению кистей, пытался как можно выше поднять. Конечно, потому что выше-то если бы руку с ловушкой поднял маракул, он бы просто оставил угол открытый. Да, и тогда мог низом уже бросать Чех. Гусманов встречает его Баранов. Передача на Евгения Корешкова. Последние минуты первого периода объявляет судья-информатор. Второго, конечно же, простите. Игнатов, Гусманов высоко взмыла шайба и от заградительной сетки вернулась на лёд. Да, Баранов подставил клюшку, выставил её навстречу броску. Девятнадцать-семнадцать. Сторок-три секунды ровно до второго перерыва. Пробуют завести зрителей. Диджей, если можно так выразиться. Попов. Перед ним Чех. Попов продолжает вести борьбу. И тут Пестунов подоспел на выручку своему защитнику. Но и Баранов не оставил своего партнёра по нападению без помощи. Ульянов. Два двадцать пятых номера сталкиваются. И Арихаев практически одновременно с сиреной выбрасывает шайбу в среднюю зону. Всё, дорогие друзья, вторая двадцатиминутка завершилась. По-прежнему на табло нули. Трудно сказать, будет ли овертайм или всё-таки заброшенные шайбы мы с вами увидим. Заключительные трети матча. По крайней мере, ждать этого нам осталось недолго. Перерыв. Дорогие друзья, мы с вами вновь на ледовой арене Дворца спорта имени Ивана Рамазана в Магнитогорске. Безголевая засуха сопровождала первые сорок минут этой встречи. Ноль-ноль на табло. И команды готовятся к последнему и решающему. Да, если говорить о том, что счёт ноль-ноль был после первого периода, то такое уже однажды случалось в текущей серии. Был это во втором матче в Магнитогорском. Но вот чтобы после второго периода ни одной шайбы в воротах не побывало, это прецедент. Валерий Бокарев. Главный арбитр сегодняшнего матча из Казани. Помогают ему Сергей Шелянин из Москвы и Владислав Киселёв из Уфы. Бокарев только что ввёл шайбу в игру, произвёл сбрасывание. В разных составах начинают команды третий период. И сразу пошли вперёд хоккеисты Магнитогорского Металлурга. По четыре шанса проиграть в большинстве было у той и другой команды. И ни один не был использован до сих пор. Блестящую возможность сейчас имели хоккеисты Магнитогорского. Но на последнем рубеже, как всегда в этом матче, безукоризненно отработал Максим Соколов. Да, никто не находился в непосредственной близости от Эдуарда Кудерметова, когда тот наносил чистевой бросок. Магнитогор надёжно действовал в Соколов. Вбрасывание в зоне Соколова только что прошло. И сейчас Олег Твердовский, капитан команды Омского авангарда. Проброс получился в результате. Прошла шайба через все зоны. И вновь вбрасывание будет в зоне Максима Соколова. Всего 33 секунды, а уже вторая пауза. Вторая пауза, и уже смена состава прошла. Равин Гусманов будет на точке вбрасывания. И Павел Паттера. Нет, Евгений Корешков, прошу прощения. Хорешков, Гусманов, Давидов, Игнатов против Никитина, Твердовского, Паттеры, Власок, Паттеры, Деднера и Субботина. Да, Тамаш Власок, напомню вам, не играет в сегодняшнем матче. И удаление сейчас будет у хозяев. Максим Соколов покидает лед. Хоть это вверх, рука Валерия Бокарева. Мечам сейчас необходимо доставить шайбу в зону, для того, чтобы там было в зоне Норма Мароклава. Да, вот видим еще раз. По борту тут вновь Евгений Корешков. Да, подрубил Дмитрия Субботина клюшкой и отправился отдыхать. Ой, как в этой ситуации, наверное, не подходит слово отдыхать. Павел, представляете себе? Состояние пятого финального матча. А мы тут говорим, они отдыхают две минуты. Нервничать отправился. Еще бы, еще бы. Сергей Осипов и Олег Твердовский рвались навстречу шайбе. В результате, а мячи ею завладели. Да вот только точной передачи на замыкающую синюю линию защитника не получилось. Вот что Твердовский находился ближе, намного ближе к воротам Патера. Субботин. И вновь магнитогорцы выводят шайбу из своей зоны. Более того, в той ситуации Евгений Варламов попытался отправить в прорыв Алексея Кайгородова, но прочитали его замысел омские хоккеисты. Опасная ситуация сейчас. Но с честью выходит и из этого положения Норм Маракул. Да, ближний угол прикрыл, и как только зафиксировал шайбу, сразу бы упал налет. Минута 0.05 еще есть у амичей для реализации. И минута 53 сыграно в начале третьего периода. Первая пятерка Прокопьев, Сушинский, Затонский и Панов с Рябыкиным. Рябыкин. Гусманов, Карпов, Клементьев и Соколов держали оборону. Ну, Гусманов вообще, когда появляется на льду в обороне, это как, знаете, такой фирменный знак надежности на рубеже синей линии, что он и сейчас продемонстрировал очень своими умелыми действиями клюшкой, когда выводил шайбу, выбросил ее из своей зоны. Да, Равин Гусманов отмечен в любых сочетаниях, таких бы он ни играл, умением пахать, ну просто, несказанно отдавая себя игре. Работоспособность потрясающая, конечно, у Равиля, потрясающая. Он это доказывает уже на протяжении многих лет, находясь в элите российского хоккея. Да, когда блистала в 2001 году тройка с разным угольцем, там на первых ролях вроде бы как были разным угольцем, а вот Таскал Раян, как принято говорить, именно Равиль Гусманов, пусть даже порой находясь в тени. Очередной выброс шайбы из зоны и очередная попытка омечей что-то конструктивное сотворить в атаке. Прокопьев, Климентев против него, Сушинский, Затонский, а Металлург уже в полном составе. Вот момент, как промахивается сейчас Александр Прокопьев. Вот уж простил, как простил. А сейчас не дали Затонскому шайбу принять. Он тоже мог атаковать и очень неплохо. Молчить свисток Валерия Боклева оказался на дуне Евгений Хариншко. Коцей оставил шайбу защитнику. Это был Антипин. Семенченко борется с Чеком. Варламов приходит на помощь, но Антипин закрывает зону. И вновь Варламов успевает к шайбе. Пистунов направо. На Арикаева была передача. Задумывалась передача, но не прошла. Проход Киртышного по левому флангу и поднята вверх рука Бокарева. Подножка. Антипин. Да, девятый номер Владимир Антипин. Отправляется нервничать. Три минуты. 4.07. Позади. В третьем периоде. И уже мобитогорцы получают пятую возможность поиграть в чистом большинстве. Курьянов, Баранов и Твердовский с Никитиным. И против Карпова, Вайца и Кудерметова. Соколов. Курьянов. 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 Позади. Курьянов. 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 8 секунд до появления Владимира Антипина. Курьянов. 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 Курьянов на Игнатова. Игнатов решил перевести шайбу налево, чтобы левым крулом атака развивалась и в результате получился проброс. Снова нервозность не позволила войти в зону хозяевам и уверенности их оппонентов, разумеется, которые чётко держат оборону в числом меньшинстве. Беднар с Патерой, Ребикин и Панов. Кайгородов с партнёрами. Да, не увидим мы, судя по всему, Евгения Гладских уже. Сейчас вместо него Александр Корешков. Помогает Осипову и Кайгородову. Гладских традиционный вход в зону, индивидуальный. И вот Беднар. Беднар смотрит, где партнёры, но далеко был Прокопьев, и поэтому Беднар бросил в ближний угол. Да, низом попытался пробить Норма Маракла. Тот сейчас стучит клюшкой по льду, показывая партнёрам, что совсем скоро составы уравняются. Два подряд броска совершал Александр Корешков. Но первый очень удачно отразил Максим Соколов. Он второй уже застрял в ногах обороняющихся. Сушинский. Развернулся, обыграл Варламова. Никитин. Бросок. Бол! Никитин открывает счёт в этом матче. 6.35 на табло. И Никитину удаётся точный бросок. Ещё раз посмотрите, дорогие друзья. Шайба там, по-моему, рикошетила, изменила направление полёта. Вот сейчас мы с вами это увидим. Вы знаете, я, наверное, склонюсь вот к какому предположению. Бросившийся под бросок, упавший под бросок игрок, перекрыл в какой-то момент полёт шайбы. И, может быть, поэтому Мараку его не заметил. А для чего требуется просмотр? Вот сейчас не очень понятно. Мотивирует тем, что игрок авангарда заехал в площадь ворот и мешал реагировать в норму Мараку. По-моему, именно с этим связаны претензии. Да нет, в площади ворот не было. Игрока более того. Вот посмотрим, посмотрим, какое решение примет Валерий Бокарев. Ох, какое напряжение в зале. И многое сейчас будет зависеть, естественно, от арбитра. От его смелости, если хотите. Омские болельщики скандируют шайбу-шайбу. И Магнитогорская часть публики притихла, разумеется. Все одевает шлем Валерий Бокарев. Но трудно нам отсюда определить, что же он там, какой же он вердикт выносит. Да вы знаете, дорогие друзья, тут, по-моему, оба и Варламов. Игрок, которого он держал. Такое было ощущение, что подножка случилась. Только вот чьим коньком левую ногу подцепили слегка норму Мараку. А на трибурах сейчас вы видели известного актера и режиссера Судок Курбанова, которого, наверное, наши любители кино помнят по знаменитому Багнадскому вору. Сейчас работает в Магнитогорске уже не один год в драматическом театре. Валерий Белоусов, Евгений Шастин вместе со своими игроками ждут вердикта. Приговора, я бы сказал. Именно так сейчас, наверное, поклонники и той, и другой команды будут трактовать решение арбитра. Для тех, в чьем позднее решение будет, это будет вердиктом, а для других приговоров. Там же Виктор Якушев, наш известный арбитр, инспектор встречи. Маракова о чем-то беседует с Валерием Картовым. Ну, увидим мы на табло, что кто-то забросил шайбу или нет. Или так же останется оно чистым, без фамилии автора гола. Да, обсуждение там происходит. Вот омские болельщики. Представляете себе, сколько желающих осталось за стенами дворца спорта имени Ивана Рамазана. И вот как минимум две с половиной тысячи в СКК имени Блинова сейчас ожидают с дрожью в сердце решение. Затягивается пауза. Да, судя по всему коллегиальное решение будет. Но в этой ситуации слово только за арбитром. Что бы ему ни советовали, все остальное от его понимания, от его видения, от его трактовки зависит. Да, и разумеется, момент, когда шайба влетела в ворота, не транслируется на экранах. Только по телевидению возможно его трансляция. Это связано с регламентом. Ну вот, ждем. Появляется Бохарев сейчас на льду. И что? Подзывает к тебе? Лайонсминов. Оба капитана здесь же. И Карпов, и Твердовский. Валерий Карпов показывает, что шайба не засчитана. Да, вместо главного судья он этот жест сделал, потому что обычно вот это... Руки, разведенные в сторону, это жест главного арбитра. 6.35 пометят себе этот момент в любительной статистике. Я думаю, что этот эпизод будут еще очень и очень долго обсуждать. Муссировать, объяснять. Разные позиции будут, разные будут точки зрения. Но в данном случае решающая одна точка зрения. Валерия Бохарева не понимают, какие статисты авангарда. Прокопьев пришел на помощь Твердовскому. Да, это то, чего многие боялись. Вот подобные ситуации на площадке, когда столкновение двух разных позиций произойдет. И обязательно решение будет не в чью-нибудь пользу и вызовет негативные эмоции. Вот судья-информатор объявил, что взятие ворота не засчитано. Еще плюс ко всему. Вот так. Забыл. Это, честно говоря, я не очень хорошо понимаю подобные действия арбитра. В таком напряженнейшем матче вот такое решение. Если возвращаться к ситуации, когда взятие ворот было, то, наверное, надо было в такой ситуации, ну, за задержку и Евгения Варламова наказывать, Максим Сушинский за недовольство решением арбитра отправляется отдыхать. И это Альгарди был за атаку игрока, не владеющего шайбой. Вот именно так прозвучало из устки информатора. То есть Максим Сушинский в момент атаки Норма Маракла получил две минуты. Ну, получается, что так. Иного объяснения я просто не могу придумать в этой ситуации. За что был наказан Сушинский, если не вот за это. Других там поводов просто не было. Да, в меньшинстве остаются гости. Баранов. Показалось сначала, что удачно выброс Шайба из своей зоны. Но потом оказалось. Сушинский был на месте. Подкараулил этот отскок. Соколов. Климентеву. И Курьянов. Действует хладнокровно, разряжая обстановку. Минута 15 секунд до окончания времени штрафа Максима Сушинского. Евгений Корешков. И вновь Шайба покидает пределы зоны. Полишали друг друга Корешков. Младший Ираиль Гусманов. Хороший бросок Александра Корешкова. Соколов на месте. Убедительно действует Максим Соколов. И неубедительной была вот эта передача назад на защитника Паттера. Эднар туда в угол не пошел. Девятая минута третьего периода. 0-0 по-прежнему на табло. Гусманов в зоне. Потерял Шайбу Олег Твердовский. Клюшку, прошу прощения, она у него сломалась. Совсем скоро появится на льду Максим Сушинский. Ох, что тут творится, а! Такая сеча идет за Шайбу. Никитин с Гусмановым. Вот сейчас не потерять бы ники игры. Арбитрам. Да, любопытую, будут ли какие-то штрафные санкции, примененные игрокам той и другой команды после данной потасовки. Ну, Субботин там, без клюшки находясь, пытался прижать Шайбу ко льду. Отдал он свою клюшку Олегу Твердовскому. Тому она была более необходима. Нет никаких санкций. Ну, тогда одно, можно сказать, наверняка. Вангард в полном составе. И снова 5 на 5. Кайгородов и Прокофьев на точке вбрасывания. Хозяева контролируют Шайбу. Атюшов. Варламов. Мартин Чех сейчас третьего нападающего играет. У Магнитогорского металлурга, кстати. Вместо Евгения Гладских вышел он. Несколько вспоминать Сова Мартина Чеха в третьем матче, то он умеет нападать. Когда он забросил Шайбу в ворота Максима Соколова. Да, дефицит игроков нападения после травмы Евгения Гладских наблюдается у Магнитогорского металлурга. Семенченко с острого угла атаковал в ворота Маракла. Досталось Шайбу все-таки Мартину Чеху в итоге. Хотя в пол не могла и у Амича оказаться. А вот сейчас Кривокрасов едва не переиграл Чеха. Сацей вошел в зону. Там плотно против него действует Варламов. Остается Шайба у Амичей. Борется Вайт с оппонентом, но Семенченко успешнее действовал там. Не доходит Шайба после броска Ореховского до нормы Маракла. И Атюшов уже с Шайбой. Проброс. 10.24. Сыграно в третьем периоде. 9.5 минут до конца третьей 20 минутки. Если считать 10-минутный овертайм полноценным периодом, а в какой-то степени делать это можно, благодаря накалу страстей, которые в овертаймах обычно наблюдаются, то уже сыграли гораздо больше положенных периодов за эту серию соперники. 12 полных и 2 овертайма. И вот сейчас уже играет 15-й полный период. Субботин с Шайбой. Гусманов тут его притингует. Соколов. Останавливает Шайбу защитники авангарда. И бросок был очень хороший. Это Никитин бросал. Прошу прощения, не Никитин был. Это был занявший место защитника Паттера. И в очередной раз лишь с помощью проброса удается разрядить обстановку хозяева. Доранов, Кульянов, Попов. Либыкин и Панов. Ася Растертышный. Место Евгения Глазких занимает. Да, вместе с Осиповым и Кайгородовым. И Давыдов, Игнатов. Возня там у Борка. Пришел на помощь Попов Курьянову. И в средней зоне уже Шайба. Она у Игнатова. Кайгородов оставил Шайбу Тертышному. Впервые за долгой время переместились в позиционное нападение монетогорцы. Нет, Шайба не вышла из зоны. Осипов опасный был выброс Шайбы на пятачок. Седок разочарования сейчас пронесся по трибунам. Алексей Тертышный подставлял клюшку. Находясь в непосредственной близости от Максима Соколова. Практически в упор. Было там куда лететь Шайбу. Шайба была в третий угол. Но в этот раз ничего не произошло неприятного для гостей. Ореховский. Антипин. Сушинский. Да, пока боролся Клементьев с Сушинским. Харпов подхватил Шайбу. И Вайт терял Шайбу. Безобиднейшей ситуации сейчас Любомир Вайт. Чуть не отправил половину жителей Магнитогорска в прединфарктное состояние. Да, подарил очень неплохой шанс за мячам Любомир Вайт. Но бросать было неудобно Омскому хоккеисту с неудобной руки. Снова в субботе Патера Беднар. Александр Корешков вынудил его соперник отпустить шайбу и подплатил тут Беднер. И уже Раиль Гусманов в зоне соперника. Александр Корешков. Игнатон. Давыдов. И Соколов тут демонстрирует высочайший класс. И железное хладнокровие. Еще раз посмотрите, пожалуйста, этот момент. Вот передача. И у Евгения Корешкова была, конечно, очень хорошая позиция для броска. В одно касание он переводил шайбу в створ ворот. И отмечу передачу, несомненно, Олега Давыдова. Борьба за шайбу в зоне авангарда закончилась в пользу хозяев этой зоны. Но недолго они все контролировали. Как бы чертышный водяночка рвется вперед. Не дает ему ничего. Семенченко встретили, защитник там был. Кривокрасов с партнерами. Хацей и Семенченко. Вернулся Кривокрасов в защиту. И вновь первое звено в составе омичей. Потеря шайбу в средней зоне. Харпов ее подхватил. И не получилось там у Любомира Вайца. Задержать шайбу в зоне нападения. Проброс. За 5 минут и 4 секунды до завершения третьего периода вбрасывание будет в зоне Магнитогорского металлурга. Валерий Карпов на ваших экранах. Прокопьев против Евгения Корешкова. Встает на точку. Евгений никуда не спешит. Затомского там очень плотно держал Евгений Варламов. Дотянуться до шайбы у него не было никакой возможности. Ореховский. Вымешаемые зоны. Затомский. Отставляет ключку Евгений Варламов и очередная пауза. Вбрасывание в зоне нормы Марокла будет проводить Сергей Шелянин. Весново чертышный. С противовым и Кайгородовым. Вантер и Кайгородов били на точке вбрасывание. Кайгородов. Беднар против него. Хорошо Беднар действует трюшкой. Останавливая развитие атаки металлурга в зародуши. Но она продолжается тем не менее. Отвиндовский ничего Осипову не позволил сделать. Паттера. И вброс в зону для того, чтобы провести смену состава. Меньше четырех минут до окончания третьего периода. 0-0. Нет, выйдет шайба из зоны. Уже вышло. И Панов к ней спешит. Не стал Любомир Вайтс ввязываться в борьбу за шайбу с Пановым. Посчитал, что правильнее будет откатиться к своей синей линии. Кривокрасов. И Карпов. Хорошая передача на Вайтса. Снова Вайтс допускает потерю. Не спешат ни те, ни другие. Сил на то, чтобы спешить, похоже, просто уже не осталось. Восемнадцатая минута третьего периода. Валамов. Мягкий такой парашютик запустил в зону. Вайтс. И вновь не очень убедительно действует. Евгений Кирюшков это был. Это Кирюшков был, да? Контратака гостей. Не рискует в данной ситуации Норм Маракл. И накрывает шайбу. В 17.32 на табло. И вбрасывание в зоне Норма Маракла. Паттера Икаигородов на точке вбрасывания. Выиграл Паттера шайбу. Но в результате она оказалась в центре площадки. Твердовский. И вновь свисток. И вновь вбрасывание. Очередная пауза. И очередной момент такого тревожного ожидания на трибунах. На самой синей линии зоны защиты Металлурга сейчас вбросил с шайбу линейный арбитр. И осталась она в итоге Магнитогорцам. После того, как мячи вбросили ее к воротам Норма Маракла. Это Олег Давыдов. Играем с Игнатом. Последние две минуты. Игнатом. Хороший перевод шайбы был на Тертышного. Тертышный не смог эту шайбу укротить. И Евгений Хацей рвется вперед. Игнатом и Карпов его встретили. Семенченко ведет борьбу за шайбу. И Валерий Карпов. Кривокрасов. Ходит в зону. Бросок. Давыдов подставляет клюшку. Минута 18 секунд. До сирены. Хацей Семенченко, Кривокрасов. Прибыкин и Павлов. Варламов-Атюшок. Корешков и Гусманов. Евгений Корешков на сей раз выиграл. И Варламов. Читалась эта передача Евгения Варламова. Кривокрасов. Передача на Семенченко. И Евгений Корешков. Набирает борьбу и вошел в зону. Кривокрасов. Соколов. Снова на высоте Максим Соколов. И вбрасывание сейчас будет в его зоне. Сергей Шелянин ждет. Кто-то составит пару. Кайгородову. Это Прокопьев. Верговский. Деднар. Деднар Прокопьев. Сушинский сейчас. Такая тройка нападения у Амичей. Борется с соперником Тертышный. Последние секунды третьего периода. Вышла Жайба. Очень опасный был бросок Максима Сушинского. В дальний угол. Все, дорогие друзья. Основное время матча закончилось. 60 минут без защитных голов. 0-0. И мы с вами ждем овертайма. Дорогие друзья, нас с вами ожидают еще время овертайма. Три периода пятого финального матча. Плей-офф розыгрыша российского чемпионата страны по хоккею. Сезона 2003-2004 годов. 0-0 после 60 минут игры. Одну шайбу мы с вами, правда, видели, но она была не засчитана. И вот овертайм, по ходу которого, может быть, мы станем свидетелями золотого гола. А может быть, увидим еще и булиты. Да, тем временем, как нам сообщили из аппаратной Москве, наши юниоры на чемпионате мира, проходящем в столице Белоруссии, Минске, после второго периода выигрывают у сборной Чехии со счетом 1-0. Свою первую игру позавчера они закончили в пользу России 8-4. Магнитогорцы сейчас выходят из зоны Вайтс. Но вместо шайбы сейчас попытался, по-моему, это Равиль Гусманов был запихать в ворота Максима Соколова. Шайба-то была в это время вообще в другом месте. Нет, сейчас она как раз выскочила. Она уже была вот в стороне от ворот. Но там на такой скорости Гусманов ходил, что остановиться было, естественно, очень сложно. 61 секунда сыгранного в овертайме. Никитин, Твердовский, Потера и Бетнер против Гусманова, Вайца, Давыдова и Игнатова. В формате 4 на 4, разумеется, как обычно проходит овертайм. Никитин неудачно переводил шайбу направо. И легкой добычей хозяин в площадке она стала Гусманов. Обходит Гусманов хорошо Бетнера. И Твердовскому не удалось выбросить шайбу из зоны. А сейчас Хацей первым оказывается у нее и начинает атаку своей команды. На субботе на через борт сыграл Ореховский и Антипин. Кто первым будет? Антипин у шайбы. Хацей там ведет борьбу с Давыдовым и приходит ему на помощь Александр Корешков. Атюшов. Хацей. Вот опасный момент. Не позволили ничего Евгению Корешкову сделать соперники. Атюшов вышла с шайбой из зоны. И Кривокрасов ее подхватывает. И Кривокрасов высоко бросил. Рибыкин. Вновь Кривокрасов. Рибыкин. Упустил шайбу Дмитрий Рибыкин в среднюю зону. Совсем скоро пойдет четвертая минута. Бросок Курьянова легко отражает щитком. Не вовремя тут упал не кстати Максим Сушинский, не кстати в первую очередь для арбитра. Для лайнсмена, которого он сбил с ног. Атюшов. Нет, шайба доходит до Панова. Прокофьев. Оставил шайбу Рибыкину. Панов. Вошел в зону Юрий Панов. Игра продолжается. Но мы к вам... Ударение. Попали в лицо. Думается, умышленной опасной игры не было. Высоко победы Клюшный. Вот смотрим с вами момент. Нет, зацепил здесь Панов. Зацепил уходящего от него игрока Магнитогорска. И отправляется на две минуты на скамейку. Пошел вперед защитник. Его нервы не выдержали. Три минуты сорок две секунды сыграны в овертайме. Патера Твердовский и Никитин против Картова, Кудерметова и Клементьева с Соколовым. Клементьев. Кудерметов. Вошел в зону и потерял шайбу. Карпов. Страшивает шайбу Кудерметову. Соколов. Клементьев. Соколов. Красот. Чудом просто каким-то шайба пролетает мимо рамки. Кудерметов. Соколов. И Соколов. На высоте. И на сотни плохих получился и действия вратаря заслуживают поправы в данной ситуации. Рибыкин, Хоцей, Ангипин появляются на площадке. Рибыкин у гостей и братья Корешковы, Давыдов и Игнатов. Ему до 16 до окончания времени штрафа Дмитрия. Юрия, простите, Панова. Корешковы, Хоцей, на точке вбрасывания. И покидает шайба зону атаки. Четыре с половиной минуты, даже уже чуть больше суда на завертание. Игнатов диагональный прострел. Туда в расчете на Евгения Корешкова. Шайба выходит в среднюю зону. Вновь Игнатов с шайбой. Александр Корешков вторым эшелоном оставил шайбу своему брату. Игнатов, Давыдов, Евгений Корешков не воспользовался роскошным подарком партнера. Игнатов. Игрок в площади ворот. Показывает Валерий Бокарев. И браслами будет вынесено в среднюю зону. Кто-то из-за мячей потерял Крагов. Это Евгений Хоцей. 5 минут 18 секунд сыграно в овертайме. И 24 секунды до появления на льду Юрия Панова. Тайгородов с Осиповым, Варламов и Атюшов. Против Прокопьева, Твердовского и Никитина. Выиграл Прокопьев в брасывании в очередной раз в сегодняшнем матче. Атюшов. Тайгородов. Лично одну атаку не стреляет у хозяев. Тайгородов не состоялось. Стоит уже на ногах Юрий Панов. И все, он уже на льду. Тайгородов. Оставляет шайбу в расчете на то, что Варламов к ней поспеет первым. И теряют шайбу хозяева. Не спешит, не спешит. Никитин Панов. Ореховский уже появился на льду. Панов сейчас поедет меняться, судя по всему. Не дают такой возможности ему игроки соперников. Не будет проброса. Разводит руки в стороны Владислав Киселев. И Любомир Вайт с шайбой оставляет ее Клементьеву. Клементьев на Соколова. На праву фланг на Гусманова. Гусманова встречает Паттера. Суботин пришел ему на помощь. В ловушке у Максима Соколова шайба. Примастилась уютно. И пауза очередная. За 3 минуты и 18 секунд до завершения овертайма. Очень короткие смены. Но действительно сил осталось мало. 6.42. 6.42 на табло. Тривокрасов и Беднар. Будут противостоять Кидерметову и Карпову. Будет Панов с Рибыкиным против знака Рыдова. Оставил Панов шайбу Рибыкину. Вошел в зону Дмитрий Рибыкин. Но там было положение вне игры. Вот этого одного лишнего движения хватило для того, чтобы партнеры Дмитрия Рибыкина уже въехали в зону. Пришлось объезжать защитников, что называется. Корешкова, Варланов, Акишов. Остается предыдущая четверка. Не меняет состав Валерий Белоусов. Акишов на ход Евгению Корешкову. Хорошая передача на Александра. И здорово играет Юрий Панов. Варланов. Прекрасная возможность была для атаки. Для более точной атаки у Евгения Варламова. Евгений Корешков обыграл соперника. Но там борьба у борта вся еще впереди. Рибыкин. Рибыкин ждет, пока выйдет Евгений Корешков из зоны. А Евгений уже поехал меняться. И Осипов в зоне. Рибыкин на Суботино. Вновь Рибыкин с шайбой теряет ее Кайгородов. Выше ворот. И Соколов останавливает игру. Да, в очередной раз один Соколов. Магиногорский попробовал озадачить другого, Омского. Но из всех дуэлей сегодня выходит победителем Максим Соколов. Прокопец-Затонский. Никитин оставляет шайбу Прокопьеву. Затонский. Вновь Затонский с шайбой. Опасный, коварный бросок в дальний угол. Маракл вышел с честью из этого положения. И Валерий Карпов набирает ход. Соколов прижимает шайбу ко льду. Минута 18 секунд до сирены. Почему-то пятый период у нас горит на табло, хотя идет четвертый. Нервы не выдерживают, значит, и у работников стадиона, которые обслуживают табло. Поиграл в борьбу Евгению Хацею, Евгений Корешков. Ореховский, передача на Суботина. Вошел в зону Суботина, бросил. Антипин, еще бросок. Суботин забросит сейчас, если бы сильнее, что даша это. Александр Корешков, Варламов. Опасная ситуация продолжает сохраняться у воров Максима Соколова. И мужественно там бросался под шайбу Евгений Хацей. Да, по-моему, даже ценой микротравны. Как минимум микро. Да, и сразу поехал меняться Евгений Хацей. И Крамовой отправился на свою столейку запасных. Проброс за 18 секунд до конца дополнительного 10-минутного периода. Трактор Побулитов выиграл у Голота Приками. Так что там серия за выход в Суперлигу продолжается. 2-1 ведет Голота Приками. И у него в запасе еще есть матчи на своем льду. 30-ти секундный перерыв. Вперед, Валерий Белоусов. Да, 18 секунд. 18 секунд до конца этого тяжелейшего, может быть, самого неинтересного по опасным моментам, по отсутствию голов матча в этой Суперсерии. Но самого напряженного закончились 30 секунд. Вратари возвращаются на свои позиции и вбрасывание в зону норма Маракла. Евгений Корешков, Карпов. Какого сочетания мы еще не видели сегодня. Соколов и Климете против Дебнера, Паферы, Панова и Рябыкина. Добро пожаловать. Дает провал указаний игрокам, находившимся на точке. Клименьки. Переводка шайбы на Карпов был неплохой. Что, увидим мы еще один бросок к воротам? Нет, звучит сирена. Броски мы теперь увидим, дорогие друзья, только в конце каждого выхода к воротам пулиты. Делаем с вами двухминутную паузу и возвращаемся во дворец спорта имени Ивана Рамазана. Видим мы с вами, дорогие друзья, сейчас видели точнее скамейку омского авангарда. Одиноко стоит в самом центре площадки Валерий Бокарев, главный арбитр сегодняшней встречи. И ждет, ждет пока определятся главные тренеры Марек Секора и Валерий Белоусов со списками игроков. Разминается там Максим Соколов, это норм Мареку. Ну, судя по тому, что Мареку садится на скамью, первым будет пытаться отразить бросок Максим Соколов, значит, начинает металлург. Кстати, в одеих предыдущих сериях, проведенных в нынешнем финале, именно Соколов первым выходил защищать свои ворота. Только исход у тех серий был прямо противоположный. Показал сейчас Валерий Бокарев, какие же ворота нужно будет занимать. По-прежнему выясняют что-то с главным арбитром. Так, вижу я там, начальника команды металлург Олега Куприянова. Кто еще со спины? По-моему, это был Анатолий Бардин и Валерий Белоусов. Кто-то тут выяснял арбитр у Максима Соколова. Трудно сказать, конечно, кто сейчас... Так, выборы тренеров, конечно, проблема выбора стоит очень ощутимо. Нету манитоверцев Евгения Гладских, которые в обеих сериях забрасывали шайбы. Готов появился Валерий Харков. У гостей все те же, кто выполнял гулиты в двух предыдущих сериях. На месте, в составе. Да, команда металлург начинает. Александр Корешков. Одну шайбу он забросил. Одну нет. Отражает этот бросок Максим Соколов. И Нормароков поехал в противоположные ворота. Дмитрий Затонский выходит на пробитие булита. Без изменений результат. На технику пытался сейчас... Вот посмотрите, на технику пытался тот вместо щитков отправить Дмитрий Затонский шайбу. Ну и традиционное начало. Сначала Александр Корешков, потом Евгений. И вновь Соколов на месте. Дмитрий Субокин. Уже практически три часа длится матч. 1-0. Дмитрий Субокин пробивает Нормарокова при гробовой практически тишине, если не считать восторга в секторе омских болельщиков, которые находятся в углу трибун. И Любомир Вайт сейчас едет, выкатывается на лед и вот сейчас будет завершать свой поход к воротам Максима Соколова. Гол. 1-1. Если бы я даже не сказал гол, вы бы поняли все сами, дорогие друзья. По вот этому реву на трибунах. И Александр Прокопьев выходит бросать. Отражает Моракул. Бросок вверхом. По-прежнему 1-1. И Эдуард Кудерметов выходит на линию огня. И вновь Соколовки дрогнул. Ярослав Беднар. Ярослав Беднар. Гол. 2-1. Мастерский исполнил Ярослав Беднар этот бросок. Валерий Карпов. Капитан команды выходит к шайбе. Один из лучших, наверное, у нас в стране исполнителей булитов. Омский авангард становится чемпионом страны. Омский авангард становится чемпионом страны. Максим Соколов, герой номер один. Впервые в истории российского хоккея. Омский авангард стал лучшей командой России. Когда-то давным-давно Омск был столицей Сибири. И вот как минимум еще на следующий год становится хоккейной столицей. Невозможно себе представить, что тут творится на льду. Объятия поцелуи. Слезы радости, слезы счастья. Держатся за голову Дмитрий Суботин, который не понимает, что произошло. И не понимают, как же победа ускользнула из рук магнитогорского металлурга. Все те, кто... Ну, подавляющее большинство тех, кто собрался здесь, на трибунах Дворца спорта имени Ивана Рамазана. Максим Сушинский подъехал к своему главному тренеру. Обнимают Валерия Белоусова. Да, невероятный сюжет, невероятный сценарий. Как угодно можно было назвать вот это противостояние. Триллер лифт, драма, комедия и драма. Все, что угодно. Но факт остается фактом. Пятая игра. При феноменальной игре Максима Соколова, которую он продемонстрировал на протяжении, наверное, всей этой серии. И особенно при пробитии буллитов. Сделала свое дело. Плюс невероятная точность исполнения тренерских заданий сегодня. Подопечные Валерия Белоусова сейчас получат этот самый кубок. Кубок, который будут вручать вице-президент профессиональной хоккейной лиги Владимир Шалаев. Директор профессиональной хоккейной лиги Николай Урюбин. И генеральный директор открытого акционерного общества Магнитогорский металлургический комбинат Виктор Рашников. Конечно, Виктор Филиппович ждал иного исхода, иного праздника ожидалось, иное завершение праздника ожидалось здесь, в Магнитогорске. Но я даже представить себе не могу, что творится сейчас в Омске и во дворце спорта, в спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова, замечательного советского хоккеиста. И на улицах Омска, и у экранов телевизоров поехали, амичи, благодарить свою публику, своих фанатов, которые прибыли сюда. Фотокорреспонденты, журналисты, все на льду. Начинается церемония торжественного награждения. Смогли на мячи взять реванш в достойнейшем противостоянии с ими недостойным соперником, чем были они сами по ходу этой серии. Реванш за поражение трехлетней давности. Ей-богу, право, дорогие друзья, будь на то моя воля, я бы вручил этим командам два кубка. В серии булитов это такая же лотерея, как и пробитие после матчевых хоккейных пенальти. Только, может быть, здесь мастерство вратарей играет большую роль. А команды благодарят друг друга сейчас за достойный хоккей. Хоккей в исполнении настоящих мужчин. Они продемонстрировали эти качества, качества настоящих спортсменов, настоящих мужчин на протяжении всей серии. Достойны были победы, еще раз повторяю, и хоккеисты Магнитогорского Металлурга, и хоккеисты Омского Авангарда. Кто бы мог подумать, после двух прекрасных побед здесь, на льду, дворца спорта имени Ивана Рамазана, после 2-0, в четвертом матче после первого периода, что Магнитогорскому Металлургу не удастся удержать эту победу. Победу, которая, казалось, была так близка. Но есть в спорте такое понятие, как ее величество судьба, ее величество удача. И, может быть, вот эта удача сегодня чуть-чуть склонила чашу весов в пользу команды гостей, в пользу Омского Авангарда. Достойного чемпиона в любом случае мы имеем с вами, дорогие друзья. Чемпиона, который продемонстрировал эти самые качества победителя. И помним с вами, как начинал Омский Авангард свое вот это восхождение к вершинам, когда на протяжении почти половины сезона команда с трудом выкарабкивалась из нижней части турнирной таблицы. И вот с приходом в Омский Авангард Валерия Белоусова 7 лет верой и правдой отслужившего здесь, в Магнитогорске, и с именем которого связаны величайшие победы этой замечательной команды, пришел Валерий Белоусов в Омск и сотворил маленькое чудо. Поднял команду со дна турнирной таблицы из второй части, вывел наверх и привел ее в результате к этой замечательной победе. А я хотел бы, дорогие друзья, сказать огромное спасибо маме Кусикоре и его подопечным, потому что, еще раз повторюсь, они выглядели самым достойным образом. Они были не менее, наверное, вот этой самой победы, не меньшей степени эту победу заслужили, чем сегодняшние триумфаторы. Но победитель может быть только один, и это Омский Авангард. Олег Твердовский из рук Николая Урюпина и Владимира Шалаева получает вот этот красавец губок, действительно произведение ювелирного искусства. И, наверное, мы увидим сейчас, как каждый из хоккеистов будет стараться, я уж не знаю, поцеловать ли этот кубок, за который столько сил и нервов было отдано, обнять этот кубок как самую большую драгоценность в своей спортивной карьере. Олег Твердовский на ваших экранах. Замечательный российский хоккеист, который не побоялся вернуться из благополучного НХЛ в российскую глубинку для того, чтобы испытать вот это великое счастье. Александр Прокопьев в его руках. Один раз этот кубок уже был, когда он был в составе московского «Динамо». Олега Рюховский также, наверное, помнит вот эти ощущения победы в чемпионате страны. А для большинства хоккеистов омского авангарда это все вновь. Грустно, грустно, несомненно, и Норму Мараклу, и его партнерам. Победа была так близка. Дорогие друзья, а я хочу поблагодарить вас, что вы все эти семь дней, все эти пять тяжелейших матчей проявили преданность хоккею, что вы были вместе с нами, а для вас работали комментаторами Павел Зайцев и Григорий Твалдвадзе. До будущих побед, друзья! До будущих прекрасных побед!